Всем привет, друзья! С вами Ксюша, вы на канале Ангелофрения, и это рубрика «Разберёмся», в которой мы разбираем с точки зрения психолога, то есть у меня различные книги, психологические теории, какие-то новые веяния на повестке дня Гарри Поттер. Наливайте себе сливочного пива и начинаем. Обычно я создаю образ серьёзного психолога, сижу перед вами в жакете, в очках, но сегодня я в мантии, потому что атмосфера книг и фильмов о Гарри Поттере как будто бы настраивает нас на определённый лад. У меня сегодня здесь вот так вот всё немножечко по-магическому. Я очень люблю историю про Гарри Поттера, я читала все книги. Мы с моей одногруппницей в институте скидывались с наших стипендий, собирали денежки, скидывались для того, чтобы купить новые книги Джоан Роулинг. Мы такими были прям фанатами. Совсем недавно я проходила тест на знание вселенной Гарри Поттера. Думаю, сейчас я вас вот так вот делаю за секунду. И из 10 вопросов я верно ответила на 2 всего лишь. Расстроилась, если честно. Ну и вопросы были сложные и с подковыркой. Будем разговаривать не о конкретной книге. Я вот нашла, она оранжевая и подходит под сегодняшнюю какую-то мою цветовую схему. Мы говорим не про конкретную книгу, а в целом про историю. Если вы никогда не смотрели фильмы о Гарри Поттере, я очень советую вам посмотреть. Начиная с первого, очень детского, очень наивного фильма, заканчивая последними, мрачными, такими уже какими-то полу-нуарными фильмами. Это такие уже серьезные картины, аллюзии там, да, Третий Рейх и так далее. Это вы сами все увидите. Я думаю, здесь не надо пояснять. Что касается книг, книги, несомненно, лучше. Фильмы сняты хорошо, давайте по-честному. Хорошие фильмы, вне зависимости от режиссера, но книги лучше. Я уважаю Джоан Роулинг. Я искренне к ней отношусь с большой теплотой, потому что она смогла создать целую вселенную, которая вызывает у нас с вами доверие. А почему? Потому что очень много жизненных человеческих деталей. То, что близко каждому из нас. Даже когда вы хотите соврать человеку, одно дело сказать, я болела вчера, поэтому не пришла. Это вот одна история. А если вы хотите действительно ввести человека в заблуждение, вы говорите, слушай, лежу вчера, главное, потею, и температура высоченная, на кухню надо пойти чая налить, а у меня сил прям нету, еще сосед у меня, представляешь, за стенкой там сверлит. То есть вы в свою ложь добавляете большое количество деталей, и за счет этого ложь выглядит правдоподобней. Но важно не переборщить. Вот вы узнали что-то полезное из этого видео. В книгах Джоан Роулинг очень много деталей, которые в вашем воображении создают целостную картинку. Конечно, есть небольшие промахи, мы не будем вот эти ляпы обсуждать. Ну, не будем, не имеет смысла. Мы будем говорить с вами о персонажах, об их, ну, не буду говорить прямо о психологических портретах, но, скажем так, что ими двигало, какие у них были мотивации, и откуда, собственно, что взялось. То есть так ли плох Волан-де-Морт, так ли он виноват в своем вот этом поведении и ненависти ко всему живому, да? Так ли прекрасен Гарри Поттер, например? Долорес Амбридж, что с ней не так? Короче, давайте обсуждать. Предлагаю нам с вами договориться на берегу о том, что будем относиться ко всей этой истории, как будто она происходила, как будто она реальна, потому что любой мой аргумент может разбиться о ваш контраргумент. Ксюш, это вымышленная история! Ксюш, чего ты хочешь? Это же придуманный человек, на бумаге его не существует. Это персонаж, как говорил Луиджи Перантелло, порой персонажи гораздо более жизненные и настоящие, чем живые люди, потому что персонаж в любом случае является кем-то, а реальный человек может быть никем. Подумайте об этом. Не будем идти по сюжету, иначе это видео затянется на много-много часов. Сразу можно сказать, что жизнь Гарри Поттера до, не помню, 11 или 12 лет, что-то такое, была крайне негативно окрашена. Волею судеб, а точнее волею Альбуса Дамблдора и, собственно, профессора МакГонагал Минервы, Гарри оказывается в доме своего дяди и тети. Точнее, тетя Петуния, родная сестра Лили, матери Гарри Поттера, приютила сиротку Гарри. Дело в том, что родители Гарри Поттера погибли в неравном бою с жутким волшебником Волдемортом. Волдеморт во всей этой истории — это как бы синоним абсолютного зла. Он обесчеловечен. У него лицо, внешность его не похожа на человека. То есть в целом он похож на человека, да, руки-ноги, но при этом он не вызывает у нас никакого сострадания, кроме там одного единственного момента, и то спорный тоже у кого как. У меня, допустим, вызвал сострадание, у большинства моих знакомых совершенно нет. Это абсолютное зло, которому противопоставлено абсолютное добро в виде родителей Гарри Поттера. И мы, в принципе, про родителей будем знать только хорошее и, собственно, не зря. Итак, после того, как родители пали в бою, Гарри выжил, собственно, отсюда получил свое имя, да, мальчик, который выжил, и оказался в семье Петунии и Вернона, и их сыночка Дадли. Дадли, Дадличик, да, как в фильмах его называли, Дадличик, он ровесник Гарри Поттера, но он значительно крупнее, то есть его лучше кормят, у него избыточная масса тела, он вообще максимально должен быть вам неприятен. И его демонстрируют таковым. Он злой, грубый, капризный, противный ребенок. Но давайте подумаем, насколько Дадли виноват в том, что он такой. Он абсолютный ребенок своих родителей. Они его избаловали. Они виноваты в том, что у ребенка вообще нет никаких границ. Когда мы говорим про границы для ребенка, мы предполагаем, что это что-то ограничивающее, да, то есть это что-то вот мы свободу воли ограничиваем. Нет, граница, какой-то забор, демаркационная линия, она нужна. Потому что забор — это то, на что можно опереться в случае чего. Что границы нужны не только для того, чтобы вашего чудесного, свободолюбивого ребенка зажать в тиски, но и для того, чтобы он немножечко понимал, как этот мир устроен. Ребенок не живет вне социума. Он внутри социума в любом случае. И если вы хотите, чтобы жизнь ребенка была комфортной, удобной, и вообще перспективы были максимально прекрасными, он должен знать правила, которые заведены в этом обществе, да, что является допустимым, приемлемым, а что нет. Итак, Дадли противный абсолютно, и на его фоне Гарри измученный, тощий, что еще и подчеркивается одеждой. Он постоянно в одежде Дадли ходит, которая больше на несколько размеров. Он готовит еду, он подметает, он выполняет какую-то работу. То есть, по сути, Гарри — это эльф. Вот такой домовенок, который вот тут старается не отсвечивать, не мельтешить и выполняет работу по дому. Вероятно, поэтому у Гарри внутри столько эмпатии и понимания к Добби, тому домовому эльфу, с которым у него возникает эмоциональная связь. То есть, в какой-то момент времени Гарри выполнял именно те же функции, что и домовой эльф, при этом не обладая той магией, точнее, обладая ей, но еще не зная о том, что она сокрыта внутри него. И в свой день рождения Гарри Поттер получает письмо из Хогвартса, без которого, да, собственно, он узнает, что он волшебник. И вот тут вообще совершенная непонятка. Семья Дадли, Вернана и Петуни, очевидно, страдает. Она в дискомфорте от того, что Гарри здесь находится. Гарри Абуза. Его не просили в этой семье жить, его не хотели, его, очевидно, не любят. Но при этом его не пускают в Хогвартс, ему чинят препятствия. И каждый год, когда Гарри будет возвращаться на каникулы в дом дяди Вернана, он будет чинить препятствия, чтобы ребенок не поехал в итоге в Хогвартс. Что за дуализм? Что с вами происходит? С одной стороны, вам этот ребенок противен, он вас бесит, он Петуни напоминает о ее сестре Лили, которая была талантливой волшебницей. А она просто человеком. Вот я обожаю родителей, которые заводят двоих детей и потом, очевидно, выделяют одного ребенка, не додавая любви второму. Все вот эти вот байки о том, что всех детей любят одинаково, это вранье. Это колоссальное вранье. Потому что один ребеночек очень похож на меня, и я души в нем не чаю. А второй ребенок похож на свекровь, которую я ненавидела всю жизнь, например. Вот этот момент. Или один ребенок весь такой болезненный, такой весь ласковый, мамочка, без тебя не справляюсь. А другой ребенок, такой молодой орел, он совсем справляется, у него все отлично. Мама кого будет любить? Ну, конечно, чахленького, дохленького. Потому что я ему нужна, я в этот момент реализуюсь как мать. И, по сути, додайте вы любви, это красной нитью проходит через все книги. Додайте вы любви ребенку, и все будет хорошо. Но нет. Но нет, мы... Иначе у нас бы сюжет не двигался, извините. То есть Петунья, которая недолюбленная, она завидовала Лили. И, соответственно, потом у них и с Гарри не сложилась любовь. Она его не принимала. Так вот, Гарри оказывается в Хогвартсе. Давайте вот эту всю историю с вокзалом, со всем этим, это все мило, прекрасно. Но давайте это немножечко уберем. Что у нас есть? Да, давайте как-то про Гарри поговорим. Дети, которые растут вот в такой семье, где их постоянно шпеняют, бьют, толкают, там, не знаю, оскорбляют, у них вырабатывается супер-сверхэмпатичность. Это как, господи, сверхсила. Вот как будто они все покрыты усиками чувствительными. Гарри Поттер мог бы быть психологом очень неплохим. Почему дети, которые терпят какие-то издевательства над собой в детстве, они очень вообще с радостью идут либо в педагогику, либо в психологию? Потому что у них очень тонкая кожа. Они понимают по шагам отца в коридоре. Меня сейчас побьют или меня похвалят, или он просто пройдет мимо. Они понимают, потому как отец пульт на тумбочку положил, отец что идет, ругаться, или отец идет на кухню выпить, или что. То есть у них настолько умение чувствовать других людей развивается, что, собственно, с Гарри произошло. И когда мы говорим «мальчик, который выжил», мы имеем в виду не ту борьбу с Волан-де-Мортом. Нет, он выжил и сохранил целостность своей психики при жизни в доме дяди Вернена. Вот это важно. Он жил в абсолютной нелюбви, но при этом не озлобился, не стал равнодушным каким-то. У него осталось доброе сердце. Есть версия такая полуфанатская, но я с ней соглашусь, наверное. Она, вероятно, ребенок еще в детстве, вот когда там до года, получил большой заряд любви от родителей, очень много внимания, и это помогло ему выстоять, проживая в доме дяди Вернена и тети, господи, как ее, петуни. Причем одна дочь Лилия, другая петуни. Ну вот все-таки Лилия, петуни. Да, вот как-то. Все равно здесь, даже тут какой-то дисбаланс есть. Если бы мы говорили про реальную жизнь, разумеется, Гарри не был бы героем. Нет, он либо вот вырвался бы и стал каким-нибудь наркоманом, маргиналом и социальной личностью. Скорее всего. Скорее всего. Это вот реалии. Но мы вот с вами предполагаем, что любовь родительская, она дала запас прочности душе Гарри Поттера, несмотря на то, что он там, да, где-то ее получил совсем в раннем возрасте. Любопытный вопрос. Если бы Волан-де-Морт не пытался убить магией Гарри Поттера, да, и шрам у него остался на лбу, а подошел бы и, не знаю, ну, не хочу говорить, ну, физически что-то сделал с ребенком, то шансов выжить у Гарри Поттера бы не было, да. В этом суть волшебного мира. Они вроде как все более возвышенные, чем маглы, но при этом они порой не могут решить простейшие магловские задачи. Называть убийство ребенка простейшей задачей было опрометчиво, с моей стороны, но я думаю, что суть вы понимаете, о чем я говорю. У Гарри Поттера есть суперспособность, способность заводить контакты и располагать людей к себе. С кем бы Гарри Поттер не контактировал, он умеет всех расположить к себе. Кроме некоторых исключений, семья Драка Малфоя, мы их обсудим отдельно. Давайте про друзей. Гарри Поттер очень быстро заводит друзей. Рон, мальчик из многодетной семьи, обделенный вниманием, такой простой, максимально отчеловеченный персонаж, который умеет ревновать, который кое-где умеет завидовать, но при этом он умеет любить. Это очень важно. И Гермиона Грейнджер, моё счастье, моя любовь, это девочка, которая вывела вот этих всех отличниц, ботанок и так далее на совершенно другой уровень. Она, несмотря на то, что... Давайте о ней поговорим чуть-чуть. Гарри Поттер, потом вернёмся. Несмотря на то, что Гермиона заучка, да, она заучка не просто потому, что она вот, ну, постигает, ей больше не хрен делать, вот она сидит, зубрит книжки. Нет. Она действительно высокоинтеллектуальный человек. Она ребёнок, который обладает изначально большим интеллектуальным потенциалом. И ей трудно понять, что не все дети вокруг способны воспринимать информацию так же, как она. Ей поэтому сложно. Гарри Поттер даёт как бы людям скидочку, что ли. Ну, он понимает, что вот этот вот так себя может повести, этот вот так. Гермиона нет. Все должны жить по правилам, все должны быть умными. Учебники нужно было прочитать летом. Все, ну, я имею в виду на каникулах, да. И самое главное, чему она учится на протяжении всех этих книжек. Во-первых, она учится дружить и принимать людей с недостатками. А во-вторых, она понимает в какой-то момент, что даже если правила существуют, есть причины, по которым эти правила можно не соблюдать. Она не становится какой-то зверской хулиганкой. Нет, она просто выходит за рамки. Поэтому, уважаемые родители, когда вы воспитываете удобных деток себе, да, и гордятся, главное, на всяких тусовках рассказывают, какие у них дети, значит, там, не дёрнется. Вот будет сидеть, вот если ему сказали, там, не двигаться, вот ребёнок будет сидеть и не двигаться. Это ужас. Вы не рассказываете о своих педагогических успехах, да, на ниве воспитания детей. Нет. Это неправильно. Ребёнок должен быть гибким. Он должен понимать, что существуют моменты, когда взрослых можно ослушаться, потому что не все взрослые в окружении ваших детей будут хорошими, там, и безопасными, условно, да. Иногда нужно нарушать правила, иногда нужно действовать, а не сидеть и ждать, пока придёт мама и вытрет сопли, условно. Вот Гермиона это всё постигает. И Гермиона показывает, что тяга к знаниям – это неплохо. Сколько раз это спасало вообще жизни. Есть ещё, тоже это фанатская история, которая говорит о том, что движущая сила сюжета не Гарри Поттер вообще, то есть не его решение, а как раз-таки его окружение, его друзей. Ну, это вольному воле, считайте, как вам нравится. Я не считаю, что Гарри Поттер безинициативный, что он сидит и ничего не делает, как там говорят многие. Я с этим не согласна. У нас есть момент обесценивания морально-нравственного компонента. Важно пойти, там, взять меч, убить змею. Да, это классно. Но Гарри Поттер тоже сделал очень много всего важного, поэтому несправедливо, да, как-то говорить, что он мало совершил. Рон, Рон Уизли, один из множества детей огромной семьи и семьи бедной. Мне очень нравится, что показали, что они прям нищие, да, у них, как там, да, рыжие в обносках своих братьев, это вот Рон Уизли. У них нет денег, но у них есть то, чего нет, допустим, у богатейшей семьи Малфоев. У них нет любви и взаимопонимания. И семьи Уизли и Малфоев, они как бы противопоставляются на протяжении всех книг. Обратите внимание, какие отношения в семье Уизли, какие отношения в семье Малфоев. Уизли любят в любом случае вот всех членов семьи, даже если им кому-то не хватает внимания, очевидно, не хватает, потому что мама Молли разорваться просто не в состоянии. Любой из детей знает, что он может рассчитывать на поддержку семьи. Это супер важно. При этом семья Малфоев, да, с которыми мы знакомимся тоже в самом начале книг, это семья высокородных волшебников. И тут мы узнаем, что, оказывается, волшебники в этом магическом мире не все одинаковые. Есть волшебники кастой повыше, это чистокровные волшебники, а есть маглорожденные, да, где в семье, там, допустим, где-то наследили маглы. И это считается, ну, сортом так пониже. И очень важно в семье Люциуса Малфоев, отца Драка, соблюдать вот эти правила. Они носят какую-то одежду такую одинаковую, черную, строгую. То есть главное это стилек. Главное это соответствовать ожиданиям своей семьи. Драко любит отец только тогда, когда он отвечает его ожиданиям. Нет безусловной родительской любви в семье Малфоев. От матери есть, но мать очень мало значит. Она там волю проявляет в последней книге, чем, собственно, спасать семью. Да, но при этом она такая немножечко безвольная. Семья Малфоев поддерживает пожирателей смерти. То есть они поддерживают Волан-де-Морта. И это мой колоссальный вопрос. Why? Дело в том, что Волан-де-Морт, он тоже магло-рожденный. Мать Волан-де-Морта, она волшебница. Но отец его магл. И мать полюбила этого магла, человечушку, и его околдовала любовным зельем. Завелась с ним ребенка, и в какой-то момент зелье перестало действовать. Не помню, если честно, всю эту точную историю. И он ушел из семьи, как, собственно, и случилось. И мать отказалась от Волан-де-Морта, как он оказался в детском доме в итоге. И любопытный момент. Люцу с Малфой терпеть не может грязнокровок. Но при этом он поддерживает Волан-де-Морта, который тоже грязнокровка. Он ровно на 50% магл. Почему? Мне непонятно. Почему ты отказался от своих взглядов? Или не настолько твои взгляды были прочные? Вот это для меня до сих пор загадка. То ли это какой-то ляп, прописанный, плохо прописанный. Или это какой-то ляп. Не обратила, может быть, внимания сама Джоан Роулинг. Просто почему? Когда Гарри оказывается в школе, он узнает много других ребят. Он такой добродушный, доброжелательный. Он ко всем относится хорошо. И появляется важная персона в его жизни, Альбус Дамблдор. Вроде как Гарри с ним знакомится только что. Но по сути Альбус это тот человек, который принес Гарри Поттера, положил под дверь тети Петуньи в свое время. Альбус персонаж очень странный. На мой взгляд, нам пытались продемонстрировать Якубы поддержку Альбуса. Столько-то очков Гриффиндору, то есть он их раздавал налево-направо. При этом Альбус подставлял ребят под жуткие опасности какие-то. Он никогда не говорил прямо, чего он от них хочет. Он говорил загадками, чтобы дети там все это разгадывали. С одной стороны, можно сказать, Ксюш, так он их воспитывал так, чтобы они становились самостоятельными. Он понимал, что у них впереди борьба с Вон де Мортом. Он это все прогностически у него склад ума, он все это предполагал. Поэтому их нужно было воспитывать самостоятельными и так далее. Но по мне это все выглядит как хрень собачья. Он просто тоже, вот у него есть определенная эмоциональная депривация. Он не способен на ретрансляцию чувств. Он живет в постоянном чувстве вины. Альбус Дамблдор умерла его сестра, да, вы знаете. При этом со вторым своим братом он не наладил контакта, его не было. И он ушел в педагогику, как все травмированные в свое время люди, да, либо психология, либо педагогика. И вот он, значит, управляет школой. Управляет ей хреново. Если говорить про его профпригодность, она под большим вопросом. Кого он нанимает в качестве учителей? Вы вспомните. Защита от темных искусств это вообще проклятая дисциплина у них там. Кто ее преподает? Каждый год какая-то лажа. Златопуст, да, по-моему, Локанс, который совершенно непригоден. Римус Люпин, да, самый более-менее приличный педагог, но оборотень. Да, кто у нас? Северуснек преподавал, да, замещал какое-то время защиту от темных искусств. Так он вообще по зелье варенью, он, зачем он совмещает эти дисциплины? У него что, часов и так мало? Ну, непонятно. Потом была Долорес Амбридж. Это, конечно, не от, господи, Альбуса Дамблдора зависело, но, тем не менее. То есть, место, очевидно, проклято. Там никто его преподавать... А, а в первой части у нас был этот, господи, с Тюрбаном. Я забыла, как его зовут. Ну, все, вылетело. То есть, он нанимает странных преподавателей. А преподаватель по прорицанию тоже какая-то барышня сомнительная. И вот так постоянно педагоги в Хогварте, якобы в безопасном месте, они все либо эмоционально нестабильны, либо попросту опасны для учеников. То есть, Альбус Дамблдор, он, конечно, там добрый, сильный, и вообще, простите, что я на него наезжаю. Но он сомнительный перс во всей этой истории. Он проявляется, да, проявляет активный компонент воли, как говорят психологи, вообще там под конец. И сразу же умирает. Вот так. Поэтому сложно сказать о его отношении к Гарри. То есть, считается, что он его любит, что он его бережет. Но мне кажется, правильнее всего выразился Северус Нек. В какой-то момент он сказал, вырастите его, как свинью на убой. Он не рассказывал мальчику важной информации, не додавал, да, заставляя ребенка самому копаться и эту информацию по крупицам изыскивать. Давайте вспомним, что Волан-де-Морта тоже Альбус, собственно, привез в Хогвартс. Он приехал к нему в детский дом. И как он поступил, да, выяснилось, что он крадет вещи, ребенок, и он поджег его шкаф, так эффектно, да, произвел впечатление. То есть, он его напугал. Хоть тот ребенок не сильно напугался, потому что, давайте так, дети, которые растут без любви, в домах малютки или в детских домах, они учатся чувствовать мало. Потому что, когда ты не чувствуешь ничего, да, учишься не чувствовать, ты в большей безопасности. Вот так. Это есть. И поэтому, собственно, Том Редл, да, будущий Волан-де-Морта, не напугался. Кстати, отца Тома Редла тоже звали Том Редл. Вот так. Что происходит дальше? То есть, Альбус привозит ребенка вот этого из детдома несчастного, и что, он его окружает заботой, каким-то особенным вниманием? Нет. И ребенок сам учится жить. Он хитростью выведывает какую-то информацию. Он там с учениками другими, шохворок. То есть, он такой, как вам сказать, вот хитрюга такой. Но это его способ выживания. Ему не дали любви. Его что, научили любить? Ему показали, как это? Нет. Нет. Ему просто сказали, ты волшебник, мы тебя изолируем из магловской среды, потому что ты явно тут сейчас всех что-то натворишь делов. И все. То есть, когда Поттер попадает в Хогвартс, тоже раненая душа, да, они же зеркальны, по сути, тоже раненая душа. Что, Альбус, что-то предпринимает? Нет. А как Гарри к нему тянется? Как и все недолюбленные дети к родительской фигуре. Он тянется к нему. Ему так хочется, чтобы был такой человек. И, кстати, когда Гарри Поттер оказывается в семье Рона Уизли, да, вот в этой шумной, сумасшедшей, он же чувствует себя как? Волшебно. Он наконец-то, вот у него внутри пазлик сошелся. Наконец-то в этой любви. Это очень хорошо. Всем бы такую семью повстречать. Хочется упомянуть про еще одну родительскую фигуру Сириуса Блэка. Это крестный отец и лучший друг отца Гарри Поттера. Он вскоре после рождения Гарри попадает в Аскобан. Это тюрьма для волшебников, которая ломает психику. Она не предполагает исправления волшебников. То есть, казалось бы, такой интересный, такой гуманный мир волшебства, вроде как волшебники, они же почему маглов не уважают? Ну, не все, конечно, но по большей части, типа, вот, что маглы чуть-чуть на ступеньку ниже. Потому что мы по морально-нравственному критерию не проходим. Но при этом у них нет исправления в тюрьме, да, у них просто это такое место заключения, где дементры, вот на коих я сегодня похожа в этом плаще, дементры просто, да, высасывают жизнь и все. Как-то так. Странно. Ну, то есть, на мой взгляд, это, ну, так, под вопросом тоже, как будто немножко недописано, но, возможно, я что-то неправильно понимаю. Если это так, исправьте меня. Я спокойно абсолютно отношусь. Я не под таравет. Поэтому в любой момент готова принять и изменить какое-то свое мнение, если у вас есть другое, да, и вы его аргументируете. Так вот, Сириус Блэк остается в каком-то полуподростковом возрасте. Ему аскобан не дает повзрослеть. Он выдернут из общества и остается вот таким повесой, условно. И, конечно, когда он появляется в жизни Гарри Поттера, опять все проблемы от недосказанности. Это непреложная истина. Все проблемы от недосказанности. Если бы все говорили прямым текстом в этой книге, то, понятно, сюжет бы не развивался. Но можно было бы избежать огромного количества неприятных ситуаций, потому что Гарри сначала боится Сириуса Блэка, потому что считает, что он предатель отца и убийца, и хочет его там тоже как-то ему навредить. Но на самом деле мы узнаем, что это просто единственный его родственник. И Гарри, как опять-таки недолюбленный, измученный ребенок, мгновенно прикипает к своему крестному. Но в жизни Гарри крестный недолго находится. Погибает Сириус Блэк очень глупо. По-подростковому тоже, на мой взгляд. То есть это такая бесшабашность. Он не стал бы для Гарри отцом, которого Гарри желал. Он мог стать ему старшим братом, другом, каким-то товарищем. Именно в силу инфантильности своей. Ему не дали вырасти, ему не дали дозреть этому плоду, скажем так. И есть у нас еще один любопытный персонаж, чье детство напрямую связано и с Сириусом Блэком, и с отцом Гарри, и с мамой Гарри. Это Северус Снек, который преподаватель в Хогварте. Он преподает зелье варенья, весь такой мрачный, страшный. И, на мой взгляд, самый многогранный, самый великолепный персонаж из всей этой истории. Я его обожаю всей душой. Почему? Значит, мы видим достаточно жестокого, злого преподавателя, который третирует детей. Ну, мы знаем, что в Хогварте это норма, да, превратить ребенка в хорька. Можно, там, не знаю, напугать детей до полусмерти. Можно. Потащить их в запретный лес. Можно. У нас все можно. И Северус Снек тоже такой достаточно жесткий. И к Гарри Поттеру у него двойственное отношение. С одной стороны, он ненавидит Гарри Поттера, ту часть Гарри Поттера, которая отцовская. Потому что отец Гарри Поттера, Джеймс, он дразнил и обижал в детстве Северуса. С другой стороны, Гарри Поттер — это 50% Лили Поттер. Это его любимая девочка, на которой, соответственно, Джеймс потом женился. То есть глаза Гарри напоминают ему глаза любимой. И вот эта фраза. Альбус спрашивает, после стольких лет, в смысле, что ты любишь ее, да, после стольких лет? И он говорит, всегда. То есть настолько сильна в нем любовь, что никакие обиды, издевки и так далее не дают ему почву для того, чтобы издеваться над этим ребенком. Я имею в виду, серьезно причинять ему вред. Дело в том, что Северус Снек, он двойной агент. Он для всех злой, плохой. И вроде как Гарри только там обижает, принижает. Но на самом деле он защищает его с самого первого дня. И мы узнаем об этом только в конце. Мы все думаем, что он пожиратель смерти, что он весь такой плохой. Но нет, на самом деле. Он такой, знаете, действительно не просто героический персонаж, которого нам нарисовали героем, и мы вот с этим смирились. Да, как вот Альбус Дамблдор, величайший волшебник. Это, конечно, круто. А что ты делаешь, величайший волшебник? А здесь поступками Северус Снек доказывает то, что он герой. Несомненно, герой. Это, конечно, трепетная нежная любовь. Вот насколько мальчик такой, да, белокожий, темноволосый, как я, любит такую чудесную, рыженькую, классную девочку. Она такая, она вот прям свет и тепло, а он мрак и холод олицетворяет. И, конечно, когда появляется Джеймс Поттер, и в него влюбляются мгновенно, потому что они прям идеально друг другу подходят, как ключ к замку. То есть если эти плюс-минус, то здесь вот прям они два плюсика, по идее, должны отталкиваться по законам физики, но здесь всё действует иначе. Они прям идеально друг другу подходят, и это великолепная любовь, которую нам описывают, да, как что-то невероятное. И если воспринимать Гарри и Тома Рэдла, да, Волан-де-Морта, как две противоборствующие силы, то, смотрите, за плечами Гарри друзья, его родители с огромной безусловной любовью. За плечами Волан-де-Морта только приспешники, которых держит только страх. Если вокруг вас единомышленники, которых держит только страх перед вами, они вас бросят, они обязательно от вас уйдут. И будете вы в своём бункере гнить один, я надеюсь. Так вот. Семья Тома Рэдла, да, Волан-де-Морта, она не дала ему любви. Как бы изменились обстоятельства, если бы семья Тома Рэдла была нормальной и любила его? Вероятно, он был бы душкой вообще в Волан-де-Морт, но, да, имеем то, что имеем. Ещё мне безумно нравится персонаж Молли Уизли, мама Рона, мама огромного количества детей. Если вы знаете, один из детей Уизли работал в Министерстве магии и в итоге занял позицию пожирателей смерти. И из-за этого в семье был разлад. То есть часть семьи была адекватная, а часть, вот, получается, да, и этот, конечно, ребёнок от семьи откололся, чем вызывал у Молли Уизли большую душевную боль. Но я думаю, сейчас-то многим знакомо, да, когда кто-то в семье придерживается другой противоположной позиции, и насколько сильно это бьёт по отношениям. Молли Уизли абсолютная Диметра, если мы говорим, да, сделать раскладку по вот этой истории, да, по богиням в каждой женщине. Она Диметра, это женщина-мать, это не женщина-любовница, это не женщина-жена, она именно мать. В какой момент это проявляется? Когда у её супруга проблемы, там, помните, в Министерстве и так далее, она абсолютно бессильна, она ничего не может сделать. Но при этом, когда случается бой, да, в Хогварте, вот эта гениальная битва, во-первых, она в книгах описана очень круто, невероятно круто, и она классно показана в фильмах, в фильме, да. Обязательно вообще посмотрите, сядьте и пересмотрите Гарри Поттера, классно проведёте время. Так вот, когда Белатриса Лэй Стрэндж, это одна из пожирательниц смерти, сидела тоже в Аскабане, такая злобная женщина, бездетная, без мужа, вот такая она, знаете, прям противопоставлена Молли Визли. Хелена Боннэм Картер, божественная, играет вот эту женщину. Она тёмная, мрачная, такая худая, и при этом Молли Визли пышечка, вкусненькая, вот эти щучки, вот она вся такая, добро, её хочется обнять, вот к ней хочется прижаться и перезимовать. И когда она нападает на ребёнка, Молли Визли, Молли, которая, ну, вроде как тютя-матютя, да, ну, чё от неё, да мы хозяйка несчастная, ну, вроде как, это не мои слова, это, да, вы понимаете, она проявляет такой характер и в итоге убивает Белатрису, то есть она встаёт на защиту своих детей и максимально раскрывается, когда на детей надвигается угроза. Много сильных, интересных персонажей в этих произведениях, именно поэтому мы им доверяем, именно поэтому. Чему нас может научить Гарри Поттер? Любви, да, в первую очередь, важности дружбы. Если бы у Гарри Поттера не было друзей, он погиб бы в первой части. Вот так. Нас учит всё это тому, что режимы, даже самые страшные и жуткие, которые кажутся абсолютным злом и силой, они разрушаются. Они разрушаются. Значение личности очень важно. Значение надежды и веры в успех мероприятия очень важно. Есть персонаж, наверное, мой, ну не то чтобы прям супер самый любимый, но очень важно для меня, это Палумна Лавгуд. Это девочка с факультета Коктевран, она вот дружит там со всеми, и она якобы такая, знаете, сумасшедшая. Луни, да, Палумна, её имя созвучно, да, ну что она вот такая. У меня, кстати, кошку зовут Луна, именно в честь Палумны Лавгуд. И этот персонаж, который не самый главный, но он очень многому нас учит. Он учит тому, что нужно быть восприимчивым к изменениям. Палумна видела и знала то, что не видят люди вот с обычным нашим зашоренным взглядом. Как она предложила Фестралов, например, для того, чтобы лететь в Лондон. Неважно, даже не в этом дело. Значение личности в больших историях — это очень важно. Каждый из нас для другого человека может оказаться важной личностью, как, например, профессор МакГонагал, который одарит Гарри Поттеру метлу. И если вы думаете, что это первая метла в жизни Гарри Поттера, вы ошибаетесь. И вот тот тест про Гарри Поттера вы бы тоже плохо написали, как и я. Потому что первую метлу Гарри Поттеру подарил Сириус Блэк, его крёстный, когда Гарри Поттеру ещё было совсем мало лет. Он, будучи годовасиком, летал на метле, что говорит очень много о его развитии. То есть Гарри Поттер тоже не такой простой был, блин, ребёнок. Он очень способный и талантливый на самом деле. И если бы не семейство дяди, где его способности и таланты просто максимально создавали им дискомфортную среду для развития и роста, то он был бы каким-то просто суперкрутым. Серьёзно, он вообще бы выстрелил однозначно. Но, в принципе, и так у него всё, да, неплохо сложилось. К чему я это всё? Минерва МакГонагал очень часто давала Гарри Поттеру важные советы. Она говорила ему оподряющие слова. Они не всегда были ласковыми, потому что Минерва, ввиду своих особенностей, она не способна была на какую-то ласку, как, например, Молли Уизли, из которой любовь просто фонтанирует. Но она находила для Гарри слова. И это важно. Каждый из нас может стать важным человеком, значимым человеком в жизни других людей. Нам кажется, что это не так. Нам кажется, ну что мы там с коллегой на работе пересеклись, и всё. На самом деле вы одной фразой, одним каким-то микрожестом, каким-то поступком можете изменить настроение человека и сделать его жизнь легче и приятней. Поэтому профессия психолога, она, с одной стороны, понятно, что там важно, нужно, это всё, но она очень ответственная, потому что от слов человека, которому доверяет клиент, очень много зависит. И нужно всё 10 раз взвешивать. Но в целом, если действовать через любовь, а не через насилие, не через злость, через какую-то агрессию, то, вероятнее всего, вы сделаете жизнь другого человека легче. Вы запустите цепочку добра, которая будет вот распространяться и распространяться. И все произведения про Гарри Поттера, они не про магию, они про человеческое отношение, про силу человеческого духа, про значение личности, про важность любви. В детстве каждого из персонажей был переломный момент. Просто проанализируйте. У каждого персонажа в жизни был переломный момент. И как жизнь складывается дальше, зависит от детских событий, от того, сколько ребёнок получил любви или недополучил любви. И именно этому учат нас эти книги и фильмы. В конце очень советую, пожалуйста, прочтите эти книги. Они поднимут вам настроение первые, а последующие просто будут увлекательными. Мне, честно вам скажу, последние фильмы и книги о Гарри Поттере не поднимали настроение совершенно. Наоборот, скорее я была в таком тягостном ощущении, почему так сделано. Книги растут вместе с нами. Да, и первые книги, они очень такие детские, волшебные. Это сказка. И потом постепенно мы переходим в препубертат, пубертат и уже потом взрослую жизнь. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Конечно, я не упомянула огромное количество персонажей Невилла Долгопупса. Наверное, все хотели, чтобы я тут рассказала, какой он секси. Но он правда секси. На самом деле, вот, кстати, Невилл Долгопупс – это тот типаж парней, которые мне нравились всегда. Хороший, добрый, без камня за пазухой. Кому-то кажется, вот, допустим, драку малфой, кажется суперсекси. А вот мне такие мужчины вообще не вызывают никакого интереса. То есть холодные, надменные, такие нарциссичные. Абсолютно нет. Вот мне нравятся добряки по типу Невилла, да. Персонажей много очень классных. Преподаватели каждый год один интереснее другого. Но тогда это видео просто бы не закончилось никогда. Пишите, что вы думаете. Обязательно напишите. Смотрели, читали. И если нет, то почему? Один мой знакомый говорит, что... А какой смысл? Типа, я не вижу. Я вот посмотрела первую часть «Детский сад». Я не хочу дальше это смотреть. И мне кажется, что эту позицию можно тоже понять. Ну, действительно, если сейчас смотреть первую часть «Гарри Поттера», она кажется такой нелепой, с этим хвостиком поросячим у Датли, которую там Хагрид ему наколдовал. Я думаю, вы знаете, что актёр, игравший Хагрида, совсем недавно почил. Очень талантливый актёр. И роль ему удалась на все 100%. К Хагриду у меня тоже, конечно, как к персонажу много вопросов. Но это большой друг, который тоже нужен был Гарри Поттеру. При том, что этот друг совершенно безалаберный, да, начиная там от паука, которого он завёл, да, там, заканчивая, господи, скажите мне, я вам скажу, походами в этот, да, запретный лес и совершенным неумением вести уроки, потому что, как бы то ни было, понятно, что Драко Малфой сам виноват, что клювокрыл на него напал, да, гиппогриф, но, тем не менее, ответственность за учеников на занятии несёт педагог. Вот, это важно. Да. Если у вас есть любимые персонажи Гарри Поттера, напишите, пожалуйста, внизу, какие. Кто прямо у вас в душе откликается? Может быть, кто-то для вас является ролевой моделью. Ну, такое тоже может быть. Спасибо большое, что посмотрели. Я не умею зафиналивать видео, вы это знаете. Пожалуйста, помните, что каждый из нас сам творец в своей жизни, каждый из нас в своей собственной жизни абсолютный волшебник. Я очень сильно вас всех люблю. Спасибо, что были со мной. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok